Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Главное в строительстве. Надёжные поставщики. Каждая сэкономленная минута – это критерий качества нашей работы. Кировский кирпичный завод. Верный и ответственный партнёр на пути к вашей цели. Киров, Луганская, 59. Телефон 761-500. Особое мнение на 101FM Добрый день. На часах 13.07 вас приветствую я, Владимир Сметанин. А также приветствую я в нашей студии Владимира Костина, координатора Кировского регионального отделения Либеральной демократической партии России, руководителя фракции ЛДПР в ЗАГС Собрания Кировской области. Владимир, добрый день. Добрый день. Прямая линия сейчас идёт с Путиным. Прямую линию мы можем устроить вместе с вами. Вашу прямую линию наши слушатели могут задавать вам вопросы посредством сайта хкирова.ру. Есть там специальная форма. Кроме того, на нашем сайте есть аудио-видео-трансляция нашего эфира. Ну а позже все наши программы мы выкладываем там же на сайте хкирова.ру. Возвращаюсь к прямой линии с Путиным. Я читал и слышал, как федеральные каналы анонсировали это мероприятие. Они назвали это одним из главных событий года. Согласны с таким утверждением, что прямая линия с президентом – одно из главных событий года в России. Правда, непонятно для кого. Для Путина это главное событие. Может быть, для федеральных каналов. Для федеральных каналов это событие. Наверняка, да. По результатам вот этой прямой линии хотелось бы каких-то конкретных действий. Тогда можно назвать прямую линию действительно главным событием, потому что это некий план действий. И, как мне кажется, в рамках обсуждения тех вопросов, которые задают жители России президенту, должны рождаться какие-то новые подходы к решению коррупционных проблем, к решению проблем в экономике и так далее. Но мы видим, по большому счету, постановочное шоу. И после того, как президент ответил на вопросы, те, кто их задал, действительно решают свои проблемы и вопросы. Но, если та учительница из Иркутска, которая... Я поясню сейчас, перед началом нашего разговора, я рассказывал о том, что минут 5-10 почитал, посмотрел, что там на прямой линии происходит. И молодая учительница из Иркутской области задала вопрос о низкой зарплате. И Путин в конце сказал, что мы рассмотрим ваш конкретный этот... Так вот, если она, дай бог, решит свою проблему с низкой зарплатой, хотелось бы, чтобы все учителя, не только в Иркутске, но, например, и в Кировской области тоже, по результатам проведения этой прямой линии, в кошельках увидели дополнительные тысячу-две от того, что... Больше уж давайте. Ну, давайте хотя бы так. Это, знаете, это уже событие года. Тысячу-две прибавка от президента к зарплате, это здорово. Ну, или от правительства. Кто бы не добавил. Главное, чтобы это были наши ребята. Поэтому я бы не сказал, что это главное событие. Главных событий мы ждем после этой прямой линии. Хорошо. Вот для меня, честно говоря, скептически отношусь к этому. По одним данным 2 миллиона уже вопросов поступило, по другим данным 4 миллиона вопросов. Ну, понятное дело, что это все в 3 часа, в 4 часа, сколько длится обычно прямая линия с главой государства, но это все не уместить. Вот такой вот ажиотаж, вот он для чего создается? Задавайте, задавайте вопросы, там активно организаторы и в социальные сети полезли, вот принимаем и... На самом деле, вот эту инициативу считаю правильной. Более того, считаю правильно, что люди так активно пишут президенту. Здесь стоит копнуть все-таки причину, да, почему люди начали писать президенту. Это вот как раз-таки пережитки, наверное, пару веков назад у нас так было, когда при царе все знали, что царь далеко, а местный губернатор вот он, да, или там местный чиновник какой-то там администрации, да. А царь-батюшка челом вам бьем. А царь-батюшка не знает. В этом и проблема. Люди пытаются донести свою проблему, в том числе о низкой зарплате, может быть, о задержке этой самой зарплаты, о том, что у нас не все благополучно там с детскими садами до президента. Президент наверняка, страна большая, не все проблемы знает вот настолько досконально, там, проблемы Кировской области, Иркутской и так далее. Ну, всех 85. А может быть, ключевые проблемы, которые для жителей ключевые, а для, может быть, макроэкономики не столь важные. Ну, вот важно президенту эти проблемы донести. На мой взгляд, важно из вот этих 4 миллионов обращений сделать выборку и посмотреть. Допустим, проблемы, ну, к примеру, детских садов волнуют 25% людей, которые к президенту обратились. Ну, это важно, важно. Нужно решать. Коррупция волнует, к примеру, 50% обратившихся. Важно, важно. Коррупция, по большому счету, должна волновать все государство. В степень вот этой взволнованности, да, мы должны ее оценивать. То есть, если человек задает в рамках той минуты, которая ему отведена, вопрос о коррупции, значит, коррупция его больше всего волнует. Не детские сады, не что-то еще. Коррупция. И вот эта выборка приоритетов, мне кажется, должна пройти по результатам вот этих 4 миллионов обращений. Срез будет очень хороший. Приличная социология, условно-бесплатная, да. И если на вот эту социологию сделать ставку, на решение этих проблем, которые там отражены в этих вопросах, то я думаю, что жители действительно будут считать прямую линию с президентом главным событием года. Одним из главных событий. Ну, пускай так. Где-то, по-моему, на 15-й минуте этого общения Путин заявил о том, что, цитирую, «кризис преодолен». И для примера он привел такой медленный, ну, он сказал так, хоть и небольшой, но все-таки вот постепенный такой этапный рост российской экономики на протяжении последних месяцев. Дальше ведущая, молодец, конечно, задала ему вопрос, который я бы тоже, наверное, задал. А когда россияне обычные почувствуют, собственно, на себе, Владимир Владимирович на это привел, вернее, напомнил о том, что были проиндексированы немного пенсии неработающим пенсионерам. Там была единовременная выплата в 5 тысяч рублей пенсионерам в прошлом году, да? Или в этом уже? Ну, ладно, не суть. Ну, в общем, он тебе вспомнил вроде как социальные меры. В прошлом. И, по большому счету, вывел все это на ответ. Мы делаем все для того, чтобы россияне почувствовали. Но это не ответ на вопрос, когда они почувствуют, да? Вот вы знаете, жителей Кировской области, как никаких других, наверное, можно отнести к обозначению простые россияне. У нас не бог весть, какие собственные доходы, я имею в виду, области. У нас нет каких-то сверхбогатых залежей природных ресурсов. И все, что мы зарабатываем, дается нам большим трудом. Так исторически сложилось. И мы все время смотрим на какие-то богатые регионы. Москва, Питер, может быть, Татарстан. Там вроде бы как живут тоже россияне. Вроде бы россияне живут. Но у них почему-то жизнь складывается легче. Кировские, вятские люди не привыкли обижаться. Они просто сравнивают. Ну вот, наверное, когда-то и до нас дойдет преодоление кризиса. Кризис до нас и докатился позже. У нас все немножко с отставанием. Но если мы кризис, допустим, застали через полгода после того, как он начался во всей стране, дай бог, чтобы он у нас не три года длился после того, как во всей стране закончился. Если он у нас закончится где-то вот уже на днях, ну, потерпим еще полгода, терпелишь все это время, правильно? Другое дело, опять же, на бумаге он закончился или фактически? Если вы приходите в магазин, вам сказали, кризис закончился, а вы там условные 300 грамм сыра себе позволить не можете, да, я говорю там о пенсионерах, о тех, кто живет совсем плохо. Ну, наверное, кризис для них не закончился. И мерить нужно вот этим, не бумагами. Мы продолжим наш разговор после небольшой паузы. Я напоминаю, что это особое мнение Владимира Костина, координатора регионального отделения ЛДПР и руководителя фракции данной партии в ЗАГСОБРАНИЕ Кировской области. Через полминуты буквально продолжим. Поддержка программы «Особое мнение. Кировский кирпичный завод». Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101FM. С прямой линии президента Путина мы начали разговор с Владимиром Костиным, координатором Кировского регионального отделения ЛДПР, руководителем фракции ЛДПР в ЗАГСОБРАНИЕ нашего региона. Вот еще немножко хочется продолжить эту тему. Я читал, и много вопросов в главе государства связано с уровнем зарплат. Я видел этот вопрос от работника почты или сотрудницы почты. Три, по-моему, 600, она сказала, зарплата. И удивленно на это президент ответил. Как? У нас же минимальные размеры есть. Не может все, что меньше-то его существовать. Вы реплику хотите добавить? Вот это да, к вопросу о местных особенностях. Я знаю другой пример, когда Кировская область, специально не буду называть населенный пункт, существует за давних времен сельхозпредприятие. Ну, влачит жалкое существование. Тем не менее, еще пока не зачахло. Естественно, там, как-то кормится лесом, еще чем-то. Ну, вот, коровы были. Так вот, в этом предприятии... Были? Были, да. Сейчас уже были. Сейчас уже были. И на ферме, на местной работала женщина, которая решила уйти на пенсию. И ей вот руководитель этого предприятия говорит, слушай, ну, не уходи, я тебе зарплату повышу. Она говорит, нет, все равно уйду. Повышу вдвое. Все равно уйду. Вот так вот, после повышения вдвое зарплата должна была составить 3000 рублей. Так вопрос о почтальонах и тех людях, которые действительно работают. 3000 рублей, вдвое повышенная зарплата. С полутора. Ну, это, наверное, сильно ниже и прожиточного минимума, и минимального размера оплаты труда. Но люди привыкли терпеть. Они работают. Это хоть какие-то живые деньги. Кормятся огородом, кормятся личным подсобным хозяйством, так и выживают. Ну, а на работу, видимо, привыкли ходить. Нужно было дойти до пенсии. Причем, какая будет пенсия с зарплатой в 1500 рублей, наверное, мы все представляем. Человек и на пенсии будет трудиться в огороде, и на пенсии будет держать какую-то скотину для того, чтобы выжить элементарно. И вот мы говорили о том, что царь далеко. Президент на самом деле не может знать все эти проблемы. Важно, чтобы в регионах это не замалчивали. Если вы говорите нам, что денег нет, мы часто это слышим. Вы скажите это президенту. Если все 85, хорошо. Все субъекты, в которых недостаточный собственный бюджет, а их, наверное, не меньше 70, скажут, что у нас денег нет, и мы не знаем, как сделать так, чтобы женщина, работающая в сельхозпредприятии, получала не 1500 рублей, а хотя бы прожиточный минимум, наверное, президент вас услышит. Если смелости не хватает у местных руководителей, то страдают как раз те, кто получает полторы, две, три, восемь тысяч рублей. И какие там 300 грамм сыра? Купить бы хлеба. Что в итоге с этой жительницей? Она осталась работать? Она ушла на пенсию, наверное, в 8 тысяч рублей. То есть выгода налицо. Мне было бы, наверное, так грустно, мы бы посмеялись. Но это действительно жизненная история. И всем, кто заинтересовался, как говорится, из тех, кто может ситуацию изменить, готов и адрес населенного пункта, называйте фамилию человека. Но это не значит, что она единственная такая у нас в Кировской области. Хорошо, уходим от темы прямой линии президента. Она выложена будет потом дальше в сеть. Можно будет посмотреть, и, собственно, свою оценку всему этому дать. Тем у нас много. Продолжаем нашу беседу. Накануне буквально временно исполняющий обязанности губернатора Кировской области дал очередное интервью федеральному СМИ, я имею в виду ТАСС. Там, конечно, очень много трогательных моментов. Если будет время, чуть позже озвучу. Но вот цитата прямо сейчас из этого интервью. «Честно говорю, я приехал в Киров, чтобы здесь сделать хорошо». Как вы оцениваете эту фразу? Я могу сказать, что можно было бы уже и сделать. За год работы можно было бы уже сделать хорошо. Причем наверняка кому-то хорошо. Но если посмотреть на людей, которые банально получают меньше прожиточного минимума денежных средств в виде зарплаты или пенсии, наверное, их меньше не стало. Им, наверное, опять-таки нехорошо. Почему говорю «наверное»? Потому что я не представляю, как прожить на пенсию 8 тысяч рублей. Вот откровенно. Поэтому эти люди как-то умеют. Может, им и хорошо, но у меня большие сомнения. От тех женщин, которые трудились всю жизнь, поднимали, может быть, в послевоенные годы наше государство. Те, кто трудились в советское время, трудились-то ведь неплохо. По примеру, своих бабушки и дедушки могу судить. Получать нищенскую пенсию, ну это обидно всем нам. Сделать хорошо надо делать. Я не возражаю. Если нужно чем-то помочь, готов. Сделать хорошо. Сделать хорошо, да. Большинству жителей Кировской области, в идеале, всем. Ну, кстати, стоит тут вспомнить о том, что, да, вот сейчас говорили про Путина. Анонсированный вероятный визит главы государства в наш город. Приблизительно 24 июля. Цель визита в том числе проведения совещания по борьбе с коррупцией. Вот в этом какой-то подоплек увидите? Печально, что... Конец июля это ровно год, собственно, с момента назначения президентом. Печально, что попытки сделать хорошо у нас наступают именно перед приездом нашего главного руководителя. Так было всегда, если вспомнить приезд императора, да, тут у нас мастили дороги и так далее. Здесь точно так же приезжает президент, и у нас там активно закатывают асфальтом дороги. Причем как закатывают... Ну, мы не говорим об этом еще как... Отдельно. Ну, анонсировали, тем не менее. Надо же готовиться, а вдруг анонсировали, и на самом деле президент приехал, а мы не готовы. Печально же будет. И дороги остались... А его еще и по проспекту строителей в городе Кирове провезли. Беда. Поэтому лучше перебдеть, деньги израсходовать. Причем как израсходовать? Если после приезда президента асфальт смоет, ну, как бы, ну, наверное, встретили же главного человека. Так вот, очень печально это, да, что у нас и принимаются какие-то там к выборам предложения о том, что неплохо было бы пенсии повысить, неплохо бы. Вот сейчас, допустим, там в Заксобрании принят законопроект о том, чтобы, может быть, семьям, имеющим детей, доплачивать все те же 5000 рублей. Но почему-то мы вот этот закон принимаем в семнадцатом году, в середине семнадцатого года, а действовать он будет с девятнадцатого. Вот мне все это очень напоминает какую-то предвыборную возню, опять же, да, процитирую. Вот мы так... Я хочу, давайте сразу об этом, собственно, законопроект это поговорим. Кстати, фракт ЛДПР как голосовало? Разумеется, поддержали. Но мы тут же предложили, если вы хотите сделать хорошо и дать эти самые 5000 рублей, давайте не будем тянуть. Ну, не можете вы, сверстали бюджет с семнадцатого года, давайте с восемнадцатого. Нет, мы сейчас только в девятнадцатом году примем. Ну, там не трудно же подсчитать. Ребенок там после тридцать первого августа сего года родившийся, да, то есть полтора года ему исполнится первого марта, получается, да, девятнадцатого года. Соответственно, будущим детям мы... Да, до трех лет он может получать, вернее, его родители, если он не попал в детский сад. Но, собственно, исполняющий обязанности заместителя председателя Дмитрий Курдюмов говорил о том, что мы с четырнадцатого года наблюдаем резкое снижение рождаемости. И вот лично мне, я не уверен, что оно в этом, в следующем году, собственно, резко вырастет. Просто не сложится ли такой ситуации, что мест в детских садиках будет больше, а платить-то, в общем-то, наверное, и мало кому придется. И некому, да. Может такая ситуация сложиться? По статистике, в целом, по стране 10% спад демографический, то есть мы уже не получаем на 10% тех новорожденных, которые у нас были еще год назад. Это серьезный, на мой взгляд, спад. Уверен, что в Кировской области ситуация аналогичным образом обстоит. И ведь поддерживать здесь нужно семьи не только какими-то компенсациями. Если человек не может ребенка отправить в садик и получает за это 5000 рублей, наверняка это не те деньги, которые работающая мама получила бы в виде зарплаты. Наверняка не те деньги. Поэтому это, с одной стороны, полумера, с другой стороны, хотя бы это. Пока детские сады у нас в должном количестве не присутствуют на территории города Кирова, на территории области. Поэтому, с одной стороны, полумера, с другой стороны, ждут люди этого, очевидно. По поводу демографических ям. Вроде бы как сейчас как раз поколение 90-х, рожденных в 90-х, начинают рожать. И там как раз была яма. Соответственно, сейчас, возможно, и по детским садам мы всех устроим. Владимир, я не думаю, что молодые семьи, которые смогут устроить ребенка в детский сад в полтора или в два года, будут сильно расстроены из-за того, что им вот эти 5000 рублей не выплатят. Но рассчитывать нужно не на демографическую яму, как у нас сложилось, а на то, что у нас в целом растет рождаемость, и мы стимулируем всячески то, что рожают молодые семьи. Вот к чему нужно стремиться. Потому что, в противном случае, естественно, эта убыль никуда не делась. До сих пор мы бываем, причем бываем, серьезными темпами. А, кстати, как, собственно, ваши коллеги-то депутаты отвечали, представители той же «Единой России», обсуждался этот вопрос? Ну, вы сказали, а почему не сейчас мы это внедряем? Почему только в 2019 году? Есть соглашение, согласно которому мы не можем увеличивать расходы. Вот, кстати, о соглашении хотел бы поговорить отдельно. Соглашение, что это значит? Есть соглашение о... сейчас вам скажу. Во-первых, соглашение между правительством Кировской области и Российской Федерацией о том, что мы бюджет начинаем экономить, рачительно к нему относиться. Есть программа, дай бог памяти дословно, программа финансового оздоровления бюджета Кировской области. Вот, соглашение базируется на вот этой программе. Согласно программе, урезается, кстати, много чего. Программа, насколько я знаю, нет последних данных по изменению, по умолчанию, значит, она действует. Согращаются в том числе выплаты в качестве стипендий студентам федеральных вузов. Тот же зампред Курдюмов заверил нас, что стипендии убирать не будут. Логично предположить, что нужно переписывать программу, либо правительство Кировского... Да, это прямо прописано. Более того, прописаны конкретные суммы, на какие бюджет может рассчитывать в качестве сэкономленных средств. Документ этот в открытом доступе? Документ. Существует глобальная проблема этот документ найти. Мы его искали очень долго, нашли. Эти цифры видели. И эта программа существует. Она еще раз повторю. Насколько я знаю, если очень сильно постарается, сейчас уже, может быть, и найдет. Но мы искали долгое. В открытом доступе ее не нашли, откровенно говорю. При всем при этом, каждый раз, когда нам говорят, мы не можем увеличить количество льготников, мы не можем увеличить финансирование той или иной группы граждан, потому что у нас есть бюджет, мы не можем расходы дополнительные включать, ссылаются на эту самую программу, на это самое соглашение. Полусекретное. Уже в интернете тайным его окрестили. Дождите, оно ведь где-то было, оно появлялось где-то. Вот оно потом и появилось, после того, как встал вопрос. Это профессиональная сообщество сливом называет. Да, да, да. И слава богу, что слили, потому что подобные тайные документы, они ни к чему хорошему не ведут. Потому что, с одной стороны, нам говорят, расходы увеличивать нельзя, с другой стороны, говорят, нет, студентам мы стипендии будем выплачивать. А когда, собственно, это уже может произойти? Ну, это и другие меры. Сокращение предполагается начать с 2017 года. То есть я не исключаю, что мы только пройдем выборы, и встанет снова вопрос о том, чтобы все-таки начать уже в этом году стипендию убирать. Хочется верить Дмитрию Александровичу Курдюмову, но верить все сложнее. Потому что те истории, которые с парком у алых парусов были, не позволяют в полной мере быть уверенными. Давайте перейдем. По-прежнему очень сильно обсуждается данная тема. Недавно ведь был брифинг, где попросили Дмитрия Александровича, собственно, прокомментировать. Я, по большому счету, не понял, что было сказано. Суть. Строить там нельзя. Сняли с языка. Строить там нельзя. Эти три объекта, бывшее здравоохранение, они каждый сам себе хозяин. И вот что-то вот так. Когда зампред так умело играет словами, доверие этот зампред не вызывает. Потому что, с одной стороны, он говорит, я вам не соврал, потому что я так хитро сказал, что вы ничего не поняли. А то, что вы не поняли, как говорил Ашавин, это ваши проблемы. Вот здесь, видимо, такая же история со стипендиями. Не получилось бы, что, допустим, в октябре или ноябре, когда в ЗАГС собрание будет внесен законопроект о том, что мы там льготников, допустим, федеральных, вернее, студентов, мы федеральных вузов лишим стипендии, точно так же нам будет сказано, вы просто меня не так поняли, на самом деле я не то имел в виду. То же самое с выплатами семьям, имеющим детей вот этих пяти тысяч, не произошло бы, мы на самом деле не то планировали, поэтому закон придется переписать. Вот очень опасаемся этой истории. Вы нам прямо скажите, будет все-таки парк или не будет? Будете стипендии убирать или не будете? Потому что, знаете, если скажут, стипендии мы убирать не будем, но я имел в виду до сентября 2017 года, ну, смех. Вот все идет к тому, что игра словами приведет к тому, что студенты, мягко говоря, будут недовольны. А ваша реакция, кстати, реакция ваших коллег на появление этой докладной записки, исполняющей обязанности Кузимской, Антреда, с просьбой все это в инвест-проект большой превратить? Мало понятного, откровенно говоря. Насколько я помню, конференц-зал планировался при строительстве вот того большого комплекса, который сейчас там, ну, все мы знаем под ярмаркой, да, там, как раз говорили, что будет в том числе помещение для проведения серьезных конференций, в том числе международных. И сейчас говорить о том, что у нас... Такой наш местный экспоцентр такой, да? Да. И сейчас говорить о том, что у нас остро стоит вопрос с площадками для проведения конференций, ну, не исключаю, что так оно и есть. Другое дело, можно ли найти какое-то другое место для застройки? Наверняка можно. Конечно, тем более конференц-центр в самом центре города, ну, наверное, не самый лучший вариант, потому что здесь же сразу встанет вопрос, а не перегружена ли у нас улица Московская, улица Преображенская. Вы сейчас такой вопрос задаете? Конечно же, она перегружена, как и многие другие улицы. Это уже следующая цепочка, то есть мы здесь ставим крупный конференц-зал или там целое здание, и сразу же перенаправляем туда часть трафика. Московская окончательно встает. Будут ли там парковочные места? Если будут, где будут парковаться люди, которые купили квартиры в Валых Парусах? Масса вопросов. Кулуарно обсуждать это хорошо, но есть большая неуверенность в том, что вы эти все вопросы учли, когда обсуждали не широко, а узким кругом. Более того, вот эти все перепалки зампредов не вызывают уверенности, что у нас не лебедь ракет. Это же ведомственные документы, это же не ими сказано. Насколько можно верить ведомственным документам, Владимир? То есть наверняка, даже если это служебная переписка, наверняка люди не просто так пачкали бумагу, а закладывали какие-то мысли, которые они всерьез рассматривали. Просто мы сейчас в такое время живем, что вроде думаешь не фейка, В такое время, в которое, можно сказать, я на самом деле имел в виду не то, и вы меня не так поняли, и, собственно говоря, не краснеет при этом. Хорошо. У нас реклама сейчас будет, традиционная для середины часа. Владимир Костин, это его особое мнение, координатор Кировского рекотделения ЛДПР. Мы продолжим через минуту. Поддержка программы «Особое мнение» Кировский кирпичный завод. Фундаментальный взгляд на строительство. Особое мнение на 101FM. Особое мнение Владимира Костина, координатора Кировского рекотделения ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР в ЗАГС Собрания Кировской области. Мы продолжаем нашу беседу. Хотелось бы немножко о выборах грядущих поговорить, губернаторских я имею в виду. Во вторник в нашем эфире уже первый секретарь Гуркома КПРФ Марина Сазонтова заявила о том, что Сергей Мамаев может стать кандидатом от оппозиции на губернаторских выборах. Очень бы хотелось услышать вашу позицию как руководитель ЛДПР в нашем регионе. Насколько я знаю, Сергей Павлиныч поддержал то ли конференции, то ли съезд. Это партийное. Да, партийное руководство. Да, поддержало в вопросах выдвижения, и он будет выдвигаться от КПРФ. Дальше мнение. Я не думаю, что единый кандидат от оппозиции это правильное решение для того, чтобы кандидат от оппозиции, не буду говорить от какой партии, от какой-нибудь партии победил. Потому что очевидно, что есть три оппозиционных партии у нас парламентских. ЛДПР, КПРФ, Справедливая Россия. И в наших рядах точно есть люди, которые ни при каких обстоятельствах, при отсутствии кандидата от ЛДПР не проголосуют за КПРФ, Справедливую Россию или Единую Россию. То есть они скорее на выборы не придут. Так это точно вода на мельницу представителя партии Единой России. Именно поэтому все три оппозиционные парламентские партии должны быть представлены кандидатами. Это мое личное мнение. Именно поэтому, и отчасти потому, что мы уже тоже говорили о том, что у нас будет свой кандидат. Кандидат от ЛДПР будет. Кирилл Игоревич Черкасов. Да, все правильно. С большой долей вероятности, я вам так скажу. Потому что, естественно, все решает конференция. Но судя по тому, что я слышу от коллег, это Кирилл Игоревич Черкасов. Именно в Кировской области. В Кировской области, да. Просто еще вариант Мариэл, возможно. Вероятность стремиться к 100%. Если коллеги поддержат, а я думаю, что так и будет, то в Кировской области Кирилл Черкасов пойдет в качестве кандидата в губернатор. А можете обозначить, когда уже дата? Конференция пройдет в это воскресенье. Поэтому в это воскресенье уже с абсолютной уверенностью можно будет сказать, кто кандидат от ЛДПР на выборы губернатора Кировской области. Что касается объединения оппозиции, вот здесь как раз слышу это сейчас и от КПРФ. Мы, на самом деле, это говорим очень давно. Все политические партии должны быть представлены в управленческой команде в регионе. Как раз таки все говорят о том, что нужно защищать интересы людей. Единороссы говорят, а вы возьмите большинство и тогда позащищайте в условиях нынешних. Когда Федерация денег не дает, собственный бюджет дырявый и нужно что-то урезать. У нас есть свое видение, как добиваться того, что Федерация пересмотрела бы отношения к Кировской области в плане выделения бюджетных кредитов. И мы бы экономили больше миллиарда рублей по году. У вас есть такие каналы, механизмы? У нас есть убежденность, что если губернатор, если прочие члены правительства в рамках курируемых министерств будут задавать вопросы, будут просить денег им, рано или поздно дадут этих денег. В том числе в виде бюджетных кредитов, которые на самом деле в сравнении с банковскими недорогие. Еще раз говорю, сэкономим гигантские деньги для бюджета Кировской области. Вот если представители всех партий будут представлены в правительстве, выиграет от этого Кировская область на 100%. Уверен. Более того, в контрольные органы нужно не стесняться ставить представителей оппозиционных партий. Подождите, по партийному признаку что ли назначать? Ни в коем случае. Вы правильно подметили. Может быть я не совсем правильно сформулировал мысль. В том числе представителей оппозиционных партий. И если, допустим, контрольно-счетную палату будет возглавлять, ну, к примеру, Виталий Ибрам, как общественник, который следит за контролем средств. Виталий Викторович. Наверное, мы сэкономим денежных средств. Это к вопросу о политических пристрастиях. Не обязательно это должен быть представитель ЛДПР. Хотя наверняка представителям ЛДПР нашлось бы место в действующем правительстве, либо в контрольных органах. Вот мы как раз говорим об этом. Не должно быть узурпации власти. Сейчас у нас в ЗАГСобрании подавляющее большинство Единой России. И вы правильно задаете вопрос, есть ли обсуждение, что говорят коллеги из Единой России. Коллеги, как правило, молчат, потому что можно просто нажать кнопку без обсуждений, принять вопрос, зачем что-то комментировать. Там же такие уважаемые, опытные, серьезные люди. А мы не говорим о том, что они неуважаемые. Мы говорим о том, что они кнопки нажимают. Вот именно так, как нажимают. Кнопки ведь может устройство примитивное нажимать. Не может, Владимир. Не может? Я думаю, что все уважаемые люди, если бы устройство отфиксировало голос не так, как его отдал депутат, возмутились бы и сказали, а я на самом деле голосовал против сокращения, допустим, льгот. Так, на секунду вернемся к единому-то кандидату. Единого кандидата не прогнозируем, потому что, еще раз подчеркну, это минус для всех, в том числе для представителей оппозиционных партий, ну, как следствие, для жителей Кировской области. А вот коалиционное правительство, да, это то, о чем стоит говорить. Кто бы не победил от оппозиции, уверен, что место для представителей всех партий, уважаемых людей, которые действительно уважаемые, которые не просто словом, но и делом будут отстаивать интересы Кировской области, найдется в коалиционном правительстве. уверен в этом. Так, еще одну тему хочу затронуть. Еще одно законодательное предложение ЛДПР, которое партия большинства отвергла на пленарном доседании 8 июня. Это предложение, ну, законопроект, который вашей коллегой Ольгой Иссыкчиной, да, вносился? Да. О том, чтобы в том числе так называемые золотые парашюты убрать, сократить выплаты, доплаты и так далее. Еще будете пытаться как-то в этом направлении? Или уже есть понимание того, что эти люди нас не пропустят? Вот именно этот вопрос будем пытаться. Более того, не исключаю, что совсем скоро будет пытаться это сделать прокуратура, потому что на самом деле... А, да, там есть же с федеральным законодательством. Да, есть несостыковки, и мы крайне возмущены, почему до сих пор закон не принят. Хотя бы не в том виде, в котором предлагает Иссыкчина. На самом деле, есть четкое понимание, есть решение Верховного суда, которое говорит, что невозможно, неправильно, незаконно применять подобные коэффициенты выплат при начислении пенсий лицам, замещавшим государственной должностью. Мы об этом, собственно, в законопроекте и сказали. Давайте править, потому что есть определение Верховного суда, мы не можем нарушать закон. Законодательное собрание обязано подчиниться. Даже если кому-то это не нравится, даже если кого-то это напрямую касается, и кто-то эту пенсию получает, мы обязаны подчиниться. Потому что это закон. Хотя там справедливость начисления вот этих пенсий даже без решения Верховного суда вызывает большие сомнения. Мы уверены, что вот те деньги, которые расходуются на сверхдоплаты к пенсиям бывшим чиновникам, это мера в условиях дефицитного вятского бюджета, ну, крайне несправедливая, если выражаться там спокойно, да? При том, что мы тех же студентов, не знаю, лишаем, не лишаем стипендий. Так вот, об этом было заявлено в законопроекте, но большинство проголосовало против. Как голосовали депутаты, можно посмотреть, данные открыты за фракцию ЛДПР. Могу сказать, что депутаты от ЛДПР, естественно, поддерживали предложение. Вообще, могу сказать, как руководитель фракции ЛДПР в законодательном собрании, в ЗАГС собрании творится бардак. И бардак этот с молчаливого согласия либо с протекцией. С шестого созыва вот как вот сейчас. Именно сейчас, да, потому что это не первый законопроект, который, ну, может быть, не нравится, там, да, большинству кому-то, какому-то, может быть, отдельно взятым товарищем, я имею в виду, в первую очередь, председателем, мы вносили, опять-таки, с Сыкчиной, с депутатом законопроект о том, что неплохо бы поддерживать семьи, имеющих детей. Мы уже об этом говорили, если как бы хотелось поддержать, да, вот эти пять тысяч рублей, вроде как, с девятнадцатого года будут выплачивать, неплохо было бы и тот законопроект поддержать, тем более, по нашему мнению, он не приведет к расходованию бюджетных средств, но сильно облегчит жизнь семьям. Его не поддержали, более того, его даже к рассмотрению на комитетах не допустили, потому что... На каких основаниях? На основаниях того, что вроде бы как бюджетные средства потребуются. Если смотреть, строго следовать регламенту и читать его правильно, то депутаты обязаны предоставить финансово-экономическое обоснование. Оно было представлено, в котором, по нашему убеждению, денежных средств из бюджета не потребуется. Люди ведь как-то в семьях покупают на 850 рублей и школьную форму, и билеты на проезд, и еще и кормить умудряются детей в школах. Вот бюджет пусть точно так же умудрится. По нашему мнению, бюджетных затрат нет. Но правовое управление не согласилось. Вот вообще, я не понимаю, почему правовое управление мешает депутату вносить свой законопроект. Не понимаю. Прав таких нет. это не правовое управление, выбирали депутата. Абсолютно верно, да. И вот сейчас правовое управление юлит еще похлеще Курдюмова. И там так изворачивается Самсонов, ну, как кажется, руководитель правового управления, так изворачивается. Один депутат, совершая какое-либо действие, нарушает регламент. Второй депутат, совершая действие, на мой взгляд, куда более криминальное, чем предыдущий, не нарушает. Причем обоснование, ну, как вы не поняли Курдюмова, так я не понимаю Самсонова, потому что там формулировки. А протестовать эти решения правового управления? Есть у нас комиссия по регламенту депутатской этики, которая вот именно этим и занимается. Былыбе. От какой партии у нас депутат? Я предполагаю, формально же не этим руководствуется, но почему-то все попытки наши привлечь к ответственности тех, кто представляет парламентское большинство, не увенчались успехом. Зато представители оппозиционных партий очень даже пытаются как-то наказать за деяния, которые и не деяния вовсе. То есть депутат осуществляет депутатскую деятельность. Приехал, к примеру, в поселение встретиться с такими же депутатами. Вел себя корректно, пристойно, чему есть видеоподтверждение, но он еще до рассмотрения вопроса почему-то осуждается коллегами. Более того, выносится решение не в пользу этого депутата. Бардак. Я уже сказал, что это бардак и вот узурпация власти, которая произошла в ЗАГС-собрании, которая в правительстве сейчас у нас творится, но это точно не путь, по которому можно Кировскую область вывести из глубокого кризиса. Пару минут у нас остается. Хотелось бы, чтобы вы прокомментировали назначения новые в региональном правительстве. У нас в начале июня как раз-таки два новых человека там в команде Игоря Васильева. Ну, во-первых, новый исполняющий обязанности министра транспорта Кировской области это Михаил Поршнев. В последнее время он работал в Мосгортрансе. Ну и госжилинспекцию возглавил Алексей Кабашов. Раньше работал в Росреестре. Понятно, что люди близкие к главе Евгении. Вот это вот тенденция к привлечению заморских кадров в Кировскую область. Ну понятно, что вполне себе российских, но другое дело незнакомых с нашими особенностями. Уже доказал в том числе доказал отъезд Машногорского, что он, наверное, это ни к чему хорошему не приведет. А вы, кстати, писали письмо на имя руководителя региона весной, по-моему, с просьбой проверить эти закупки, аукционы, дорожная строительство. Да, мы сейчас направили как раз по тем 11 аукционам, 11 лотам, которые прошли в рамках аукциона выигрывать московская подрядная организация, которая сама в регион не завозит ни технику, более того, есть подозрение, что ее даже не имеет. Ответа пока на запрос не получили. Это, кстати, мы писали не Машногорскому, ждем ответа уже от других людей. Правоохранители? В том числе и правоохранительные органы. Ну, по крайней мере, мне кажется, есть смысл озаботиться и посмотреть, насколько там все законно. Может и законно, но насколько все, так скажем, без сговора прошло. Непрофессиональный руководитель от Автодора. Опять же, вот тем... Такая денежка вроде. Почему бы они заработали? Тем московские управленцы, которые к нам приезжают, им за Кировскую область обидно? Наверное, нет. Они уедут ровно тогда, когда закончится срок их полномочий. И дальше хоть трава не расти, а нам с вами здесь жить. Поэтому назначение варягов, оно всегда вызывает некое настороженное отношение. При всем при этом, если человек хорошо начинает работать, забывают сразу все настороженности и понимают, что вот оно действительно то добро, которое хорошо вернее. С другой стороны, это вполне нормально. Человек работал с этими людьми, знает их, доверяет. Ему так проще, нежели чем знакомиться с местными, узнавать, кто что-то представляет. Приезжает господин Кочетков, который работал чуть ли не замминистра. Чуть ли не замминистра. Наверное, да. Говорить о том, что мы... Если говорить о футбольной терминологии, осуществили отличный трансфер, то вот здесь есть вопросы. С трансфером вопросы. Поэтому уверен, что кадры есть и на Венской земле. Конкретные примеры есть? На основании которых вопросы возникают? Ну, Машногорский уехал. Шмаков, пускай он местный, но там понятно, под чьей протекцией, под протекцией не местного человека. Шмаков который за взятку у нас сейчас из Крика. Да, да, да. Понимаю, что он из местных, но... Но от этого ему лучше не стало. Лучше не стало, более того, действовал ли сам правоохранительный орган разберутся. Завершается на этом наша программа. Это особое мнение Владимира Костина, координатора Кировского регионального отделения ЛДПР, руководителя фракции ЛДПР в нашем региональном парламенте. Жизнь продолжается, будут поводы, будем еще беседовать. Безусловно, спасибо. Спасибо всем. До свидания. Особое мнение на 101FM